Вы родились в Ленинграде, теперь это Санкт-Петербург. Вы как-то сказали, что Санкт-Петербург это не Россия, и что петербургцы по своей сути являются людьми мира. Что вы имели в виду? И я это подтверждаю, что Петербург это совсем не Россия, это отдельное государство. И так же случилось, что оно находится на территории Российской Федерации, окей. Это скорее политическая история. Культурно, это то, что для меня в первую очередь определяет государство. Если уж проводить какие-то границы между сообществами людей или между городами, в которых есть различная архитектура, внутри архитектуры есть такие именно театры, в них идут именно такие спектакли, такие именно библиотеки, вот столько этажей, столько книг, и именно такие книги в таком состоянии не стоят. В общем, мы можем много-много-много собрать сейчас физических предметов, которые окружают человека, родившегося в определенной культурной среде. Потому что много городов, в которых вот того, что я даже сейчас перечислил, не существует. Культурная среда заполняется чем-то иным. Поэтому культура, она дает другую. И это естественные границы между этим сообществом и таким сообществом. Так вот, Санкт-Петербург, в силу огромного влияния европейского, в силу того, что это все-таки город очень юный, им, видимо, легче управлять его, легче удерживать, он как задуман был, он так и остался. Такой задуманный город, как культурная столица. Кроме того, он был и был столицей. Что привлекало в него самый сок мысли европейской, самый творческих, выдающихся, талантливых, гениальных даже людей. Смотрите, до сих пор Санкт-Петербург, в котором мне посчастливилось родиться, больше тяготеет к Финляндии, с одной стороны, и к Европе не тяготеет, даже ведет дела. Да, финансы, это переговоры, это нейминги, это непосредственное взаимодействие людей в культурном смысле, те же спектакли, зрители, понятно. С одной стороны, это финны, очень интересные люди. Я хочу обратить внимание на финское образование, я многое там почерпнул, и как минимум они меня вдохновляют, тем, что они сделали со своим образованием, насколько оно качественное, правильно организованное, очень свободное и очень дисциплинированное. И европейская, огромная культура различных европейских стран, которые дружны с Петербургом как таковым, петербуржцами как таковыми. Понятное дело, что в огромном городе есть очень много еще субкультур, которые неприемлемы, невкусны, так называемой касти интеллигенции, к которой я себя до сих пор отношу. Как человек, который занимается образованием, знает в нем толк, способен отделить нехорошее от хорошего внутри той среды, в которой я сам сейчас являюсь еще и деятелем. Ну, ваш вопрос был про то, насколько влияние Петербург на меня оказал, или... О том, что вы сказали, что петербургцы являются людьми мира, да? Ну, вот видите, какая подводка получилась правильная. Невозможно потом с таким культурным бэкграундом, невозможно трудиться, вкалывать и направлять свои усилия только на один конкретный район или город, или даже страну. Или на какую-то одну школу, одну какую-то группу людей, если образованием занимаетесь. Нельзя поступать только в одном каком-то зале. Люди Петербурга настолько наполнены различным знанием и настолько привыкли мыслить и созидать, что нужно много пространства, нужно много простора. Поэтому вот эти культурные десанты, которые у меня случились, когда я эмигрировал 15 с лишним лет назад в Украину, культурный десант случился во всех тех городах, в которых я здесь жил и работал. Больше всего получилось, что в Днепре, это именно десант, это именно привести то, что я так знаю хорошо в среду, в которой этого не было, и постараться, чтобы оно прижилось, этот росток. Надо определенным образом землю подготовить, много чего, надо садовников подготовить. Я сейчас готовлю уже садовников, не столько земли, сначала землю. Люди мира занимаются именно этим, они стирают границы, отвергают их, не видят никаких границ, разве что между разумным и неразумным существует для них граница. И то, найди покой в неспокойной ситуации, как говорят учителя йоги, например, для меня очень точно определяет человек мира. Человек мира способен попасть в горячую точку на земле, на планете, и быть там миролюбцем. То есть действовать контринтуитивно, действовать супротив того, что эта среда заставляла бы тебя делать. Это интересный эффект. И похоже каждый из нас, кто эмигрировал, многие из моих друзей и одноклассников, и однокурсников, мы живем в самых разных странах, говорим на самых разных языках. Но вот этот некий общий язык культурный для нас остался. И мы живем в мире. Вот мир является нашей страной. Представляете, Петербург настолько дает возможность эти крылья расправить. Стирает рамки. Да, есть еще такие города. Я-то хорошо знаю именно Петербург, потому что я в нем половину жизни прожил, вот вторую в Украине. Продолжение следует...